Как стать хорошим автором для своего сайта? Это действительно сложный вопрос, с которым мне обращаются наши клиенты. Они задают вопросы, где им найти копирайтера, где им найти копирайтера для каких-то статей, для описания карточек товаров. И я всегда рублю это на корню. Я говорю, вам не нужен просто копирайтер, вам нужен автор. И это видео я хочу сделать для тех, кто хочет воспитать своего автора для своего сайта. И давайте разберемся, почему это выгодно. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SeoQuick. Большинство сайтов теряют органику каждый день по одной простой причине. Они не обновляют свой контент и они пишут мусорный контент. Оба варианта ведут ваш сайт на дно. И здесь мы должны разобраться в основных причинах, почему так происходит. В первом случае и во втором случае очевидная причина, почему так происходит – все экономят. Никто не хочет тратиться на контент. Ведь действительно автору нужно заплатить зарплату, чтобы он написал контент. Более того, ему нужно заплатить зарплату еще раз, чтобы он его обновил. На вашем сайте могут быть сотни страниц, и обновлять сотни страниц становится довольно дорого. Ведь проще написать один раз сайт, написать на него весь контент, повесить его в поиске и радоваться органическому трафику. Но на самом деле не все так просто. Все современные апдейты Google ведут к тому, что сайты постепенно начинают терять органику. С каждым новым Google Core апдейтом выходят вперед сайты, которые обновляют себя, обновляют информацию, обновляют текстовую, графическую часть, работают над визуализацией контента. Об этом чуть позже мы поговорим в этом видео. И, конечно же, заходят в топ за счет того, что усиляют свой качественный контент с ссылками. Без всего этого ваш контент начинает уходить на дно. И вы можете удивиться, что можно так потерять на пустом месте очень солидный кусок трафика. С другой стороны, почему противовес тем, кто создает хороший контент и долго его не обновляют, есть хорошая причина. Они создают контент в низкой зоне конкуренции, где конкурентов мало. Контент никто по ключевым запросам не обновляет. Посчитайте, какое количество поисковых запросов существует. Гигантское количество. Даже если вы их кластеризуете, количество кластеров будет тоже гигантским. Даже в вашей нише. Оно будет действительно гигантским. И можно найти вот те крупицы, кирпичики кластеров, которые имеют низкую конкуренцию. И, написав хороший контент изначально там, на многие годы закрепиться в топах. И практически не выпадать из индекса из первой десятки. В этом видео как раз мы поговорим про все стратегии, как этого достигать. Обратите внимание, что мы говорим про контент, не говоря конкретно будет это статья, обзор продукта или вообще категорийная страница интернет-магазина. Я воспринимаю это все одинаково, потому что поисковая система аналогично воспринимает контент. Давайте коротко разберемся с определением, что такое контент. У нас есть про это видео отдельное на канале. Но давайте повторим его еще раз. Контентом является визуально-текстовая информация, которую воспринимает пользователь. Ну еще звуковая информация, ну мы говорим в основном визуально текстовая информация, которую воспринимает пользователь при чтении интернете веб-страниц. В основном мы воспринимаем веб-страницы, потому что мы работаем с поисковой системой. Пользователь взаимодействия с поисковой системой находит в качестве результатов контент или веб-страницы с текстово-графической информацией, которая отвечает его запросу. То есть, если мы что-то будем спрашивать в коммерческой сфере, поисковая система будет выдавать максимально подходящие форматы контента в этом направлении. Давайте разберемся. Вот мы посмотрим, есть мой клиент, которым мы занимаемся уже много лет. И он занимается автоклавированием, продажей автоклава в частности. И вот по запросам автоклав, купить автоклав, вы можете увидеть за последние три месяца, ну довольно так неплохо он получает трафика. Много это или мало? Давайте посмотрим. Занимает ли он первые места? Давайте посмотрим. Для этих целей мы перейдем и добьем в инкогнито запрос купить автоклав и посмотрим. Что мы видим? Система по коммерческому запросу показывает контент коммерческого типа. Соответственно, это карточки товаров, это, соответственно, локальный бизнес, это тоже своеобразная форма контента у гугла и само собой выдача. Если мы увидим, он у нас находится сейчас на втором месте, уступая действительно монстру нашей сферы рынка, розетки. Вот наш сайт, вот у него есть, даже выводятся вопросы с расширенным сниппетом, в частности, это факт-пейдж, про него есть ролик, я в аннотации обязательно его оставлю вам. И здесь вы увидите, что контент уже выводится достаточно неплохой. То есть, можно увидеть, что продается, основные ответы на вопросы. И если мы перейдем на саму страничку, это классическая страничка интернет-магазина. Вы спросите, что же здесь прописано? Что здесь из контента есть? На самом деле, все, что вы видите на данный момент на странице, это и есть полезный контент. Есть полезные фильтры, при помощи которых пользователь может взаимодействовать. Есть набор достаточно большой товаров, в которых он может выбрать. Кстати, да, качеством контента является его количество представления, то есть, наличие товаров в категории является тоже важным. Обратите внимание, как сделан функционал категорийной страницы большого уровня. Показывается часть товаров и возможность перейти в подрубрику. Часть товаров под рубрику. И оно все выложено, как вроде бы, логично и по блокам. Ну и, соответственно, если мы долистываем до конца, мы доходим до фактических описаний, где идут ответы на вопросы. И эти ответы на вопросы и являются полезным контентом в коммерческой нише. Смотрите, здесь не написано устройство автоклава, здесь не написано там какие-то там, как чинить автоклав. Ничего этого нет. Здесь собраны запросы, которые относятся максимально к коммерческому интенту. И на них достаточно информации, которая здесь есть. Также здесь есть полезные функции на доставку и оплату и тому подобное. И, собственно, как это заказать, есть еще и персонализация, что есть человек, который эксперт поможет подобрать. Это, на самом деле, можно сказать, идеальная страничка карточки товаров, если мы не говорим про маркетплейсы, а именно про магазин. Он достаточно близок к пользователю. В нем есть ответы на самый полезный контент. Здесь нет никакой воды. Здесь нет словоблудия, которые используются в копирайтинге. И здесь четкий экспертный контент, который нужно знать пользователю. Когда вы читаете, вы сталкиваетесь с информацией, которую нужно получить пользователю. То есть, если пользователь ищет что-то, ему нужны ответы, а не эта вода мокрая, потому что вода состоит из воды и тому подобной информации. Нужно писать очень четко, лаконично и сухо. И стараться уложить самую ценную информацию в правильном порядке. Даже если вы посмотрите на визуализацию этих блоков, они достаточно хорошо расписаны. Поэтому примером хорошего контента может быть даже и страничка магазина. Едем дальше. Если вы будете использовать плагин Ahrefs, вы сможете видеть всю картину целиком. Очень удобный плагин. Ставится в Chrome и подвязывайте к своему аккаунту Ahrefs, и вам будет видно очень много полезной информации. Например, я вбил запрос «Рецепт рыбы в автоклаве», и, конечно же, что мне нравится, он сразу мне подсказывает другие варианты ключевых слов. Их можно сразу скопировать и прорабатывать, условно говоря, каждый элемент выдачи отдельно. Вы можете там выкачать выдачу по этим запросам сразу, что очень удобно. Плагин просто must have. Рекомендую тем, кому нужно действительно работать много с выдачей. Так же самое вы здесь выбираете регион, в котором вы будете искать. В частности, мы выберем сейчас «Украину». Очень удобный плагин. Я считаю, что для автора, который занимается поиском ключевых слов, да, и автор тоже должен уметь искать ключевые слова, или SEO-шник, который помогает автору искать ключевые слова. Нужно, соответственно, искать эти слова непосредственно в выдаче. Сразу выбираем нужный домен и выбираем. Ну и, конечно же, выдача чуть-чуть изменилась, но ненамного. То есть, как вы видим, в выдаче находятся два сайта, потом идет YouTube-ролик, потом YouTube-ролик не идет в счет элементов выдачи, запоминаем это. И потом идет, собственно, третье место. Это наш сайт, который находится на третьем месте и имеет 8 ключевых слов в органике. При этом, обратите внимание, следующий сайт имеет 112 ключевых слов, а этот имеет 63 ключевых слова. То есть, можно примерно прикинуть, какое количество слов у каждого из них. Давайте изучим, какое количество ссылок. На эту страницу приходится 14 бэклинков на вот эту страницу. На эту страницу приходится 10 бэклинков. Но у домена, сколько сейчас мы посмотрим, доменный рейтинг здесь гораздо выше. То есть, доменный рейтинг – это качество сайта, общее количество ссылок, которое приходится на него, оно формирует его доменный рейтинг. Это внутренний счетчик Ахревса. Ну и, конечно же, наш сайт имеет доменный рейтинг еще выше, но что происходит? У нас нет бэклинков на вот эту статью. Чтобы понимать, что нужно сделать, для того, чтобы оптимизировать эту статью, я должен в своей стратегии прописать, что я должен выстроить на нее бэклинки. То есть, я специально выбрал пример, где бэклинков мало, потому что есть пример, где много, и там обычно вы будете вверху, и вы будете радоваться первому месту. Но если вы видите такую картину, вы на третьем месте, у вас есть ранжирование, это значит, что вот эту статью нужно обновить, и самое главное, на нее нужно выстроить бэклинки. Очень удобный плагин, при помощи него вы как раз смотрите и конкуренцию ключевых слов, и подобную другую информацию, то есть, что очень удобно. То есть, вам сразу видна полностью статистика по ключевому слову, сколько у него global volume, есть ли у него платные клики, то есть, как вы видите, он говорит в целом. То есть, и значит, что с этим запросом можно работать. То есть, соответственно, если вы будете выбирать другие запросы, то будут другие значения. Например, мы возьмем сейчас продвижение медицинских сайтов, тематику, вот, и мы увидим, вот я нахожусь здесь на первом месте, как вы видите, тут всего лишь одно, но зато есть 7 бэклинков. 7 бэклинков на мою статью. То есть, ранжируется, условно говоря, всего лишь, а, то есть, оно сейчас почему-то США выбрало. 7 бэков, в то время как здесь 1 всего лишь бэк, здесь 0 бэков. То есть, по конкретному запросу поисковик легко выбрал статью, у которой больше всего бэклинков, ну и, конечно же, у нас, видите, более сильный, ну, сильный сам в целом доменный рейтинг. Хоть и у второго, третьего места доменный рейтинг еще выше, но отсутствие бэклинков показывает свое. То есть, напоминаю, то есть, хороший контент, это контент, выбранный по низким ключевым словам, с адекватным трафиком и, самое главное, усиленный бэклинками. Это хороший контент, который занимает первые места. Да, возьмем другой запрос информационный, например, рецепт тушенки вот так лавит. Мы забиваем этот запрос в поиск, и что мы видим? А мы видим наш же блок, который опережает фактически даже блок рецептов, который находится чуть ниже, но занимает первое место, потому что он довольно популярен, его люди часто посещают. И вы можете увидеть, что дальше идут там уже похожие запросы, которые тут есть. Тут тоже можно посмотреть. Иногда мелькают и наши сайты в этих запросах. Вот. И можно увидеть там, можно поймать наш, но наш на данный момент по конкретному этому запросу показывается здесь. И если вы посмотрите, здесь идет все классически сделано. Тут рецептура прописана, тут же сделаны и товары, которые помогают продать, собственно, товар. То есть в блоге находятся товары, которые помогают магазину продавать. Поэтому блог для интернет-магазина должен тоже уметь продавать. Вот. И здесь, если вы полистаете, статья написана с картинками, с рецептурой, со списками, как нужно. То есть и простенький рецепт, в котором изложено все. Ничего, никакой воды. Здесь главная структура контента и грамотное изложение материала. Структура и изложение. То есть запомнили эти два основных постулата. По поводу первого и второго я разберу детально, как это делать, как к этому готовиться. Давайте разберем самый простой гайд, который написал Ахревс для того, чтобы создать хорошим автором. Как, собственно, самые простые способы продвигать свой веб-сайт и чему нужно уделять внимание. Первое, чему уделяет внимание, это приоритизируйте свои ключевые слова. Ну, то есть разберитесь с ключевыми словами в вашей семантике. Ваша семантика может быть огромная. В ней могут быть сотни тысяч ключевых слов. Но выбирайте приоритеты. Выберите те слова, над которыми вы будете работать. В первую очередь выбирайте слова с высоким трафиком, низкой конкуренцией. И, конечно же, возможно, высокой стоимостью клика, если это слова, направленные на коммерческие разделы. И, соответственно, если эти слова не направлены на коммерческие разделы, дважды подумайте, нужно ли бы по ним вам писать контент для своего ресурса. И, соответственно, после того, как вы проберете ключевые слова, изучите выдачу и посмотрите, какое количество бэклинков есть на данный момент у этих сайтов в топе. Сейчас покажу детально. Поэтому для поиска ключевых слов мы используем, конечно же, в Ахревсе Keyword Explorer. При помощи него, вбивая нужные запросы, выбирая нужный регион, мы можем посмотреть, какие ключевые слова аранжируются с какими метриками. То есть, какие ключевые слова имеют какую выдачу, какой у них трафик. И здесь можно посмотреть, на какие слова можно обратить внимание. То есть, вы видите, только по запросу рецептов в автоклаве тематик очень много. И вот мы видим, что конкуренция очень низкая. То есть, моему клиенту очень повезло. Он может брать практически все это симметрическое ядро, рисовать себе на сайте, писать под это обзоры и забрать весь трафик, который здесь возможен. Это очень жирный плюс, когда вы работаете с низкоконкурентными ключами. Стоит вам вбить любой ключ, связанный там коммерческий, вы уже столкнетесь с тем, что вам нужно будет серьезно прорабатывать страницы, которые имеют более высокую конкуренцию. Но, как мы видим, в Украине конкуренция невысока. Ну, давайте возьмем, допустим, популярную тему продвижения сайта. Одну из самых высококонкурентных тем, помимо аренды недвижимости. И что мы видим? Мы видим, вот показатели конкуренции довольно высокие. И вот если вы планируете писать что-то по этим темам, вы столкнетесь с тем, что конкуренция может быть колоссальной. И вы не знаете, за какие запросы зацепиться. Но у Охревса есть волшебная кнопочка, которая показывает вопросы. Вы можете вывести вопросы, и у вопросов конкуренция совсем другая. Она обычно низкая. И если вы адаптируете свой контент под ответы на вопросы, вы увидите, конечно, что и трафика поменьше. Но шанс захватить первое место гораздо выше, чем шанс по предыдущим вариантам. И здесь можно сосредоточить весь контент, основанный на ответы на эти вопросы. Как я показывал в том примере с автоклавом коммерческой страничкой. Можно выбрать вполне себе запросы, которые являются коммерчески значимыми, и написать на них ответ в вашем контенте. То есть топ вопросов по продвижению сайта, и написать ответы на все эти вопросы в одной странице. И у вас получится шикарная статья, кстати, чем я и планирую заниматься. Чтобы понимать, по какому принципу формируется эта конкуренция, можно глянуть просто на одном из примеров. Возьмем высококонкурентный запрос «Купить автозапчасти». И посмотрим выдачу по нему. Видите, что конкуренция довольно высокая. Давайте вскроем конкуренцию и посмотрим значение. Обратите внимание, в топ-10 находятся сайты, у которых количество доменов, которые ссылаются на них, исчисляется десятками и сотнями. То есть есть те, которые вообще могут там тысячу уходить. Более 200 доменов – это довольно сильный конкурент в вашей сфере. И 200 доменов довольно с высоким рейтингом. Второй показатель – это сам доменный рейтинг каждого из конкурентов. Это показывает качество этих доменов, которые ссылаются на этот ресурс. У Акрипса достаточно сложный алгоритм, который действительно грамотно высчитывает этот показатель. И да, с этим показателем нужно считаться. Если вы видите, что конкуренты довольно сильны, с ними вам будет действительно по этим запросам тяжело. И приоритетами я бы брал, конечно же, слова, у которых действительно запросы имеют более низкую конкуренцию. То есть, например, если вы работаете в локальном магазине, допустим, где-нибудь, то можно посмотреть, что здесь конкуренция вообще очень низкая. Если вы видите, что он не показывает вам значение конкуренции, то единственный способ проверить – это, конечно же, убить этот запрос в гугле и посмотреть картинку. То, что вы увидите. И вы увидите то же самое, что метрики, что выводил я, но уже выделенные сразу в выдаче через этот плагин. И, соответственно, вы понимаете, с кем вы будете конкурировать. Итак, шаг номер один мы прошли. Шаг номер два – это изучите контент конкурента. Помимо того, что вы выбрали нужные ключевые слова, вы должны понимать, что ваша задача – создать контент, который лучше, чем у конкурента, интереснее, чем у конкурента, полнее, чем у конкурента, и не имеют ошибок, которые есть в контенте конкурента. Вот эти ключевые вещи, на которые вам нужно сосредоточиться. Я не буду заострять внимание, как изучать контент конкурентов, но на самом деле ваша задача – просто открыть каждую из страничек, посмотреть, что у них написано именно в контенте. Контентом считается все, что не входит в шапку, в подвал и в навигационные блоки. Вот все, что попрещается в этот основной боди и является основным контентом. Именно к нему нужно максимально отнестись, тщательно изучив его. Изучать нужно не только текстовую составляющую. Изучите, какие есть элементы на нем. Кнопки, карточки товаров, какие-то визуальные элементы, которые есть, которые, вероятно, требуют, чтобы на них кликали. Все эти вещи могут вам дать пищу для ума, чего не хватает на вашем контенте. Ведь если вы напишите просто текстовую простыню и скажете «Моя простыня лучше», она проиграет в итоге тому, что выбрал Google за счет внутренних алгоритмов. Эти внутренние алгоритмы действительно учитывают также и поведенческие факторы, насколько пользователю полезен этот контент. Сейчас учет поведенческих факторов показателей отказов изменился. Он изменился в сторону не просто там проведения времени на странице, а по взаимодействию с страницей. Как пользователь скроллит страницу, как пользователь кликает страницу. И здесь на помощь нам придет очень классный сервис. Правда, он позволяет посмотреть только нашу статистику, но не позволяет посмотреть статистику конкурента. Этот сервис называется Microsoft Clarify. При помощи него можно смотреть контент собственный, если вы видите, что он, допустим, явно устарел, и его явно нужно переработать. При помощи Clarify можно это увидеть. Microsoft Clarify – это инструмент, при помощи которого можно отслеживать, насколько ваш контент хорош на сайте. И можно посмотреть, его листают, смотрят или нет. Сервис абсолютно бесплатный, ставится через Tag Manager и связывается с вашей аналитикой. То есть, по факту, если у вас уже на сайте установлен Google Tag Manager, просто зайдите в Clarify и при помощи простой инструкции вы его себе подключите. Этот сервис гораздо лучше, чем любой другой сервис по отслеживанию аналитики на ресурсе, и действительно он много чего умеет показывать. Для этих целей давайте зайдем сейчас в наш проект, и вы увидите общую картину, которую он позволяет посмотреть. Здесь общая есть панель мониторинга, есть записи отдельных сеансов, которые можно посмотреть, как пользователи взаимодействовали с вашим контентом. Вы также можете сегментировать их по конкретным урлам, допустим, вот ваша задача изучить конкретный урл. Также можно изучить тепловые карты конкретных страниц, то есть, допустим, как люди пользуются вашими инструментами, например, в частности, утилитами, можно посмотреть, пользуются ли люди там, кликают утилитой, допустим, конвертирование доменов или нет. Он действительно очень шикарен, позволяет увидеть, как люди взаимодействуют с вашим контентом, что они нажимают. Функционал действительно мощный, я думаю, посвятить ему отдельный обзор, а если вы хотите детальный обзор, напишите об этом сейчас в комментарии, и я расскажу детально. Как его использовать автору? Да просто посмотрите, листают ли люди до конца ваш контент. Изучите степень прокрутки, насколько они листают. Посмотрите, где есть страницы с низкой прокруткой, вот, собственно, и выделите их, и проработайте эти страницы. Если люди их посещают и закрывают, вероятно, они бесполезны, и с ними нужно работать. Следующим шагом, я бы сказал, делайте оптимизацию существующих страниц. Ах, Рес действительно об этом говорит, и так оно и есть. То есть оптимизируйте собственные страницы, которые уже есть на сайте. На них можно сделать дополнительно увеличить количество ссылок. Их можно переписать, можно заняться перелинковкой между другими новосознанными страницами. Ведь самая глупая ошибка, когда пользователи пишут статьи, но забывают влинковать свою статью в уже существующие старые. Как это сделать? Простой инструмент, перелинковка. У нас есть видео, посвященное перелинковке, и я не буду показывать, как это делать. Есть видео, где я просто показываю, как делать руками. И думаю, вам это очень будет полезно. Есть статья, посвященная перелинковке. Тоже советую почитать ее и понять, как она делается. Итак, мы определились с ключевыми словами, которыми мы планируем работать. Также мы определились, что мы будем переписывать, либо будем создавать новый контент. Изучили конкурентов. И, конечно же, мы должны понять, как же хорошо писать. И вот этот блок я хочу посвятить именно, как выстроить взаимодействие с вашим контент-мейкером. Чаще всего это будете не вы, владелец бизнеса, а, скорее всего, человек, который будет у вас работать и создавать вам контент. Ваш автор. Ведь, например, эту статью писал Билд Вайлдмер, который не является сотрудником Ахревс, скорее всего, а является автором, которого пригласили написать статью, и не является он сотрудником, директором компании Ахревс. И эта статья написана, как стать хорошим автором. То есть он рассказывает, действительно, как он стал хорошим автором и показывает основные шаги. Советую ее прочитать. Ссылочку я оставлю в описании. И давайте научимся становиться хорошим писателем. Поэтому вот эта глава будет посвящена тем, кто будет писать контент, кто будет, собственно, создавать его. Давайте, самые простые шаги, с которыми вам нужно познакомить. В первую очередь, вы должны сформировать четкую цель. Про что вы будете говорить? Что вы будете рассказывать? И в зависимости от того, какую вы цель создали, запишите название темы, про что вы будете говорить. Конечно же, если вам уже составили техническое задание, на которое вам нужно опираться, используйте это для него полностью. То есть, используйте ключевые слова, содержание, обязательные одни из заголовков, которые выбрали вам SEO-специалисты, на которые нужно, действительно, дать ответы. Во-вторых, само собой, сделайте набросок вашей статьи. Превратите ваше техническое задание в каркас. Оптимально здесь помогут карты сайта, приложения про майнмэппинги. Видео по майнмэппам у нас есть на канале. Ссылочку я тоже оставлю в описании. Самое главное, что вы должны научиться делать, это фокусироваться. Вы должны уметь абстрагироваться от всего. Отключайте уведомления на телефонах, уведомления в браузерах, чтобы они вас не отвлекали. И сядьте и поработайте над контентом. Сделайте ресерч контента и займитесь, как говорится, поиском материалов, про что вы будете рассказывать. Даже если это будет маленький абзац в категории товаров, как я показывал. Даже если это будет большая статья. Или описание товара. Или это будет сценарий для ютуб ролика. Все что угодно. Сосредоточьтесь и составьте его. Постарайтесь обратиться к тому, что копирайтеры часто пишут так называемые всевозможные прилагательные красивые слова. Научитесь избавляться от прилагательных. Превосходных форм всевозможных, там лучший, красивый, там все что угодно. Старайтесь в тексте их не использовать. На момент фокусировки исключите эти слова, когда вы формируете свой контент-план. Второй момент отлично отличает хороших писателей современных, вот в 2022 года, от писателей, допустим, 10 лет недавности в интернете. Это умение писать короткие предложения. Мы стараемся на любые вопросы отвечать кратко. Если ответ подразумевает список, мы пишем его в виде списка. Если же ответ подразумевает последовательные шаги выполнения, значит мы выделяем шаг 1, шаг 2, шаг 3, допустим, жирненьким. И описываем каждый шаг поддельно, то есть что нужно в каком шагу сделать. Если же нужно визуализировать эти абзацы, то мы добавляем, конечно, скриншоты, иллюстрации, схемы, все что угодно под каждый из этих шагов. Умение использовать короткие предложения и добавлять другого типа контента, как раз и отличает хорошего автора от плохого, который будет писать огромную простыню, в которой будет сложно разбираться. Это касается, кстати, очень многих бизнесов, которые занимаются юридической деятельностью. Там они могут уйти в графоманию, но иногда проще написать то, что нужно, и сослаться на закон, чем переписывать этот закон и рерайтить у себя его на сайте. Старайтесь использовать такие формулировки. Оптимальная длина предложения, собственно, что в русском, что в украинском, что в английском языке, да я уверен, в многих европейских языках, от 16 до 25 слов. Это оптимальная длина предложения, его легко понять, понять, что имелось в виду, на что нужно обратить внимание. Как считать количество слов в предложениях? Я думаю, вы можете сделать простенький скрипт, который вам это делает, и каждое предложение считает. Ну, я этим не занимаюсь, я просто постараюсь уже писать так, как набитая рука. Вот, и самое главное, пишите разговорным тоном. Это убьет проблему рерайтеров. Да, потому что рерайтеры, они просто переделывают текст. Переделывая текст при рейтинге, они могут упустить смысл, переделывая отдельные абзацы и привести к так называемому мисс-лиду. Мисс-лид – это введение в заблуждение. Если же рерайтер просто переписывает какой-то уже чужой контент и адаптирует себя, он мало то, что не привносит ничего нового, так, во-вторых, он может реально ввести в заблуждение, написав контент, который прямо противоречит друг другу, потому что он его не проговаривает, он его не произносит и не включаются другие зоны мозга, которые позволяют проверить, несешь ты чушь или нет. Для того, чтобы писать голосом, я использую в Google Doc'е очень удобный инструмент – голосовой набор. При помощи голосового набора я с легкостью могу записать то, что я хочу использовать в контенте, и потом мне легко его будет адаптировать. Например, моя статья, которая сейчас в работе, про CMS – систему управления контентом. И я сейчас покажу, как я, допустим, записываю отдельные фрагменты. Я нажимаю «Инструменты», «Голосовой ввод» и через голосовой ввод ввожу мне фрагменты. Система управления контентом – это фактически созданный заранее движок сайта, запятая, оптимизированный для поисковых систем, запятая, и который имеет удобный интерфейс для ввода данных и размещения его на сайте, двоеточие. Статей, запятая, карточек товаров, запятая, отдельных страниц, точка. И, как вы видите, я могу так делать практически все время. И написать такой контент мне не составляет никакого труда. Я могу просто взять заголовки, проговорить их, а потом заняться простой редактурой. Например, добавить где-то тире и подобные вещи. И все. И для этого мне не нужно уделять внимание, как-то перепроверять этот текст. То есть я сразу разговорным тоном его ввожу, и я более чем уверен, что это получается уникальный контент, который никто не использовал. Следующий момент – вы должны уметь учиться писать каждый день. Для того, чтобы писать каждый день, вы должны постоянно тренироваться, переписывать свой старый контент. Находите устаревшие блоки контента при помощи того же Microsoft Clarify, где люди не доскролливают до конца. И находите моменты, где можно их переписать, где люди не дочитывают и бросают. То есть смотрите абзацы, которые явно не интересны, либо не отвечают на основной запрос. А что за основной запрос? Это заголовок вашей статьи. Посмотрите заголовок статьи, посмотрите, на каком моменте он бросил читать. Либо он получил то, что нужно, и все остальное не нужно. Либо, скорее всего, он наткнулся на то, что ему вообще не нужно и не по теме, и он ушел с статьи, потому что он не получил ответа на свой вопрос. Поэтому практикуйтесь как раз именно на таких фрагментах и перепишите каждый день. Переделайте вот каждый день тот контент, в который вы наткнетесь. вот так же очень грамотно продумывайте переходы если вы видите что люди перестают читать дальше возможно они теряют интерес поэтому используйте переходы там в следующем блоке можете прочесть далее читаем далее то есть можно узнать чтобы узнаете дальше на какие вопросы планирует эти дальше эти трюки приходят с опытом как использовать в абзацах именно дополнительную информацию чтобы ее захотели почитать вот ну и конечно же после того как вы напишите текст прочтите его вслух прочтите посмотрите получилось адекватная статья или она где-то теряется мысль где-то теряется смысл прочесть вслух оптимальный вариант самопроверки будете читать вы или ваш редактор я бы даже доверял бы после чтения вашего давать еще читать третьим лицам чтобы они проверяли на читабельность потому что вы можете отнестись каким-то абзацам предвзято ну и конечно же видите журнал и дневник самое главное многие говорят что это помогает справиться с депрессией на самом деле я говорю что дневник нужен для других целей вы еще должны дневник вести для того чтобы собирать информацию собирать информацию в удобных приложениях для вас чтобы вы потом с легкостью могли их выкопать говорится достать и использовать в вашем контенте я использую приложение evernote многие используют google keep microsoft one note кто-то прям google до как все ведет как вам нравится где угодно там и видите дневник но заводите эту информацию то есть она вам пригодится когда будете создать контент раз помните а у меня были целые там блоки там где собирал эту информацию и вы сможете дополнить им в свою статью свой материал информации которую вы нашли в прошлом поэтому вернемся к самому началу про экспертность экспертом стать очень тяжело если вы не эксперт вы не станет не сможете это делать поэтому копирайтер обычный проиграет эксперту просто на старте вы собственно используйте активный залог старайтесь не использовать пассивный залог предложениях а используйте чаще всего активный то есть формулировка присуща в основном сша но и соответственно в русском языке она и украинском точно также фигурирует также очень важно используйте первые свои черновики то есть помните что вы никогда не напишите с первого раза говорится то что вам нужно 1 черновик возможно полностью переработали переделаете получится полный хлам когда первый раз напишите статью поэтому говорится 1 черновик можно смело выбрасывать устиле лизировать поэтому 1 черновики напишите посмотрите поймите что у них не правильно и переработайте их вот следующее старайтесь избегать наречий возможно вероятно все эти слова они не нужны это лишние слова которые удлиняют ваше предложение и не добавляет никакого смысла исключением является где вы там действительно говорите там с определен сам с вероятностью столько-то там топ ну это это уже не на речь это уже существительное то есть именно на речи они негативно влияют на чтение то есть они добавляют материалу неопределенности вам очень много наречий и добавляют материалу неуверенности неопределенности даже такое наречие как совершенно точно уверенно то есть это тоже и там является не самым лучшим вариантом грамотная пунктуация например самая частая ошибка в пунктуации я редко вижу чтобы использовали тире тире после определения это оптимальный вариант для того чтобы сосредоточить внимание на том что вы что-то объясняете а поисковая система тире очень любит если вы тоже это делаете то есть она воспринимает как слова эту да вот это самое также запятые и точки запятой и двоеточие используйте по смыслу и поэтому мастером пунктуации вы должны стать в своем языке в котором вы пишете следующие пункты действительно относятся к редактуре редактура это то что нужно будет делать всегда после написания материала любое предложение нужно перечитать на предмет поиска слов которые не нужны то есть если из предложения можно убрать слово и смысл не меняется вероятно это слово не нужно оно не нужно даже это слово вероятно мы зачеркнем если вы можете убрать множество слов из предложений которые являются пухом мусором то стригите этот пух убирайте этот мусор вот для этой цели еще не забывайте давать почитать ваш черновик кому угодно собственно про это я уже говорил редактор у вас должен быть чтобы он перечитал сначала вы прочитали вслух а потом дайте почитать редактору я все свои статьи отдаю редактору потому что я иногда довольно туманно могу высказаться по каким-то пунктам и редактор меня всегда поправляет самый важный момент это знать аудиторию действительно важный момент по поводу написания контента и если вы попросите написать что-то по финансовой тематике или форекс тематика человека который вообще далек от этой темы он напишет ерунду вот с большую буквы ерунду он просто возьмет какие-то чужие обзоры отрирайтит их заполнит какими-то скриншотами найденными в интернете и это будет полная ерунда человек который знает и аудиторию все что они ищут он сам ручками там зайдет там зайдет залогиниться в эти сервисы нарежет оттуда скриншотом напишет четкую инструкцию что как она важно как она работает и поэтому пункт знания аудитории он напрямую связан с знанием тематики человек который знает тематику ему легко понять аудиторию и он легко понимает что нужно то есть даже как специалист когда создает техническое задание он не знает что там будет написано он просто создать техническое задание он знает что и то есть интент то есть при создании технического задания мы все специалисты знаем что люди хотят знать но мы не знаем как это изложить мы в этом не специалисты а вот автор который пишет контент он знает, что по каждому пункту нужно ответить. И он, зная аудиторию, знает, как это сформировать предложение и как отвечать. Фактически одна и та же информация может быть написана по-разному для разной аудитории. Это тоже нужно понимать. Также развивайте свою собственную любознательность. Да, то есть обратите внимание, что вы должны интересоваться тем, что пишете. Вот мой пункт и про дневник, он был максимально полезен, потому что вы сначала научитесь вести дневник, то есть вы всегда в нужный момент будете брать приложение и сохранять себе нужную заметки информации. Но для этого нужно ее искать. Вы же не из воздуха не возьмете информацию. Нужно подписываться на всевозможные новостные ресурсы, следить за новостями, Google Alerts изучать. Например, я стабильно слежу за новостями через специальную программу Feedly. Программа Feedly позволяет мне узнавать много полезной информации от множества сайтов. То есть я подписан на множество сайтов через программу Feedly и слежу за всеми новостями, которые выходят в SEO, в контекстной рекламе и всегда замечаю, что мне интересно и сохраняю все, что мне нужно. В этом плане каждого есть свой инструмент, в котором он ищет информацию. Кто-то ее ищет в Google просто, прям гуглит каждый день. Кто-то вот следит за подписками, как я. Также подписывайтесь на Twitter и на Facebook, каналы ваших, как говорится, вашей аудитории. Входите в закрытые группы, где общаются ваша аудитория, собственно, блогеры в вашей сфере. Для того, чтобы, как говорится, чтобы быть в теме. В теме быть вы обязаны. И нужно уделять внимание как раз на то, чтобы изучать свеженький. Следующее, конечно же, читайте хороших писателей. Да, самое интересное, что читать можно писателей разных. Можно читать писателей, которые пишут книги. Можно читать писателей, которые пишут хорошие статьи. У вас должен быть свой список писателей, которых вы читаете для того, чтобы понять их стиль, как они пишут, как они формируют и выработать свой собственный стиль, который будет интересен и вам, и вашей аудитории. Вот. Самый главный пункт всегда пишите что-нибудь новенькое. Не повторяйте ни за тем ничего. Когда вы будете создавать контент, помните, что пользователь, скорее всего, становится на вашей статье, если он узнает что-то свежее, чего нет у других. Да, не спорю, вы должны сообщить и то, что сообщили, возможно, другие. Да, вот здесь тоже очень важный момент. Нельзя просто написать вообще оторванное от реальности. Нужно сосылаться на реальные факты. Но иногда можно просто поставить ссылку на материал, который уже написан ранее вами и дополнить новой информацией. Всегда старайтесь писать что-то новое. Не волнуйтесь, если вы поставите на кого-то ссылку. Google за это вас не накажет, как многие боятся. Но вы, если напишите, сошлетесь на достоверный первоисточник и скажете, что вот это я не буду расписывать. Подробно это можно почитать, допустим, там справки, там инструкции, вот государственный документ, на который можно сослаться. А вот я вам напишу конкретно, вот как ответить на этот вопрос. Вот. Старайтесь писать новое. Ну и, конечно же, как говорится, переспите с этой мыслью. Да, то есть, когда вы стараетесь работать с материалом, хороший отдых вам всегда не помешает. Когда вы, если будете писать и там без сна будете писать эту статью, я уверен, что статья получится как в известном меме про лошадку, которая не дорисована. Старайтесь высыпаться, чтобы ваш контент получился в итоге идеальным. Итак, мы научились создавать техническое задание для контента, подбирать ключевые слова, стали классным автором. И, конечно же, последнее, что вы должны понимать, вы должны уметь планировать работу по контенту. Ведь просто знать, как делать техническое задание, пересматривать, копаться в ключевых словах, это, конечно, все очень важно, но у вас должна быть стратегия. Стратегия поиска. И как искать темы для контент-плана, как подбирать темы для контент-плана, у вас должна быть хорошо набита рука. В первую очередь, пересматривая свой старый контент, выбирайте те темы, которые вы легко сможете покорить. То есть, легко сможете вы выдать первое место в сравнении с теми статьями, которые вы нашли. Во-вторых, обязательно находите темы, на которые у конкурентов меньше всего ссылок. Я не просто так про это говорю, потому что если у конкурента огромное количество ссылок, я бы тратил на этот контент меньше времени, а занялся бы тем, где конкуренция гораздо ниже. Ну и в третью очередь, конечно же, выбирайте тот контент, который в сети давно не обновлялся. По этому поводу есть классное видео, ссылочка будет в описании, про то, как нужно искать тонкий контент непосредственно на чужой, чужих сайтах. Смотреть, какой контент у них занимает топ места и, конечно же, его стараться превзойти. Ну и следует понимать, что нужно искать тонкий контент у себя. Обратите внимание, что на вашем сайте могут быть зомби-страницы. Видео про зомби-страницы тоже я оставлю в описании, которые рассказывают про такие страницы, которые тянут ваш сайт на дно. Уделяйте внимание страницам, на которых слишком мало контента, пустые, не имеют никакого контента, либо контент не содержательный, не отвечает полностью на все вопросы и старайтесь их переписать. Потому что, на самом деле, в большинстве случаев владельцы сайтов упускают этот момент и не дорабатывают все свои страницы и таким образом упускают потенциал своего бизнеса. А ведь иногда заходишь на карточку товара и смотришь, что описание у товара написано отвратительно, а товар популярный и его часто ищут и люди интересуют обзор этого товара. Так возьмите, разместите обзор на этот товар у себя на карточке товара. Пускай там будет большой длинный обзор. Да, он там будет свернуть, при желании можно будет почитать еще, но пусть будет там этот ваш обзор. На этот ваш обзор будут ссылаться, вы будете получать ссылки на свою карточку товара, где расписан обзор продукт, который вы продаете. Если это ваш собственный продукт, то вы обязаны написать обзор производителям, которые занимаются производством собственного товара. Обязаны просто написать огромный обзор с видео обзором на свой продукт, который вы продаете. Если это ваш уникальный продукт, ваша услуга, она уникальна, она не такая же, как у других, ваш обзор должен быть в первую очередь максимально полным, потому что он должен собирать на себя ссылки, он должен собирать на себя внимание, а не обзор, который написали ваши конкуренты. Иногда я вижу, что у сайтов производителей обзоры хуже, чем у дилеров, которые их продают. Задумайтесь над этим. Это, собственно, все, что я хотел сегодня сказать. Для того, чтобы стать автором контента, придерживайтесь этих простых правил, которые мы сегодня проговорили. И точно так же не забывайте о том, что продвижение сайта это в первую очередь долгая и кропотливая работа. Она действительно долгая и она действительно требует внимания, усидчивости и, конечно же, тщательно уделить внимание деталям. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Я с удовольствием на них все отвечу. Пока-пока.